Главы городского и сельских поселений, специалисты администрации, работники муниципальных предприятий, отвечающие за работу по противодействию коррупции, руководители структурных подразделений района и администрации приглашены, чтобы еще раз вспомнить, обсудить и изучить нормы законодательства. Главная цель, которую ставит заместитель главы района Игорь Юренко, уберечь подчиненных, чтобы муниципальный служащий не стал субъектом правонарушения или преступления. Мы смотрим с вами, как стремительно развивается законодательство и какую роль в этом органы государственной власти, Российской Федерации, Краснодарского края уделяют работе по профилактике коррупционного поведения. С чем это связано? Да, прежде всего с тем, что мы с вами подвергаемся в своей работе тем или иным коррупционным факторам, рискам. И поэтому мы проводим не для того, чтобы выявить, заклемить позором и всех нарушителей, хотя такую цель тоже мы ставим, но для этого и с правоохранительными органами. Мы прежде всего хотим с вами вопрос поднять о тех рисках, об анализе тех рисков, которые существуют сейчас, о мониторинге поведения нашего муниципального служащего, с тем, чтобы прежде всего оберечь и создать условия, при которых коррупционное поведение само по себе просто-напросто невозможно. Чтобы не нарушить закон, нужно его знать. Приходится проводить системную работу по изучению норм и контролировать исполнение. Поэтому в каждом поселении Лобинского района есть комиссии по соблюдению требований служебного поведения и урегулированию конфликтов интересов. Этот семинар совещания прошел по поручению главы администрации Лобинского района согласно плану работы Межведомственного координационного совета по противодействию коррупции.